МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это первый автомобильный интернет-канал. С вами журналист Игорь Апухтин. С сегодняшнего дня мы начинаем работу на ралли-рейте «Шелковый путь-2012». 6 июля 2012 год. Это спортивная арена «Лужники». Сегодня здесь проходят административные и технические проверки. Все основные события, включая старт с Красной площади Москвы, начнутся завтра. А сегодня посмотрите, что здесь происходило и как это было. В течение всего ралли мы будем не только вам предоставлять репортажи о событии, но и организовывать прямые включения на первом автомобильном интернет-телеканале 1autotv.ru Любая гонка вообще-то начинается задолго до подобных событий. Это сегодня спортсмены, сервис и журналисты проходят административную и медицинскую проверки, а техника подвергается улыбленному техническому досмотру. Да, сегодня фактически идет подготовка к старту семидневного глобального весьма опасного приключения под названием «Ралли-рейт». А задолго до этого административная группа организаторов придумывала маршрут, согласовывала его с органами государственной власти, работала с множеством нюансов, которые могут возникнуть, привлекала спонсоров, занималась организацией связи, авиации, безопасности, медицины. Это даже не тысячи мелочей, их под добрые несколько десятков тысяч мелочей и не очень-то мелочей. Позади реконессанс, разведка, во время которой уточнялись, детали маршрута, расписывалась подробная дорожная книга, которую гонщики получают только в момент старта. По ощущениям ладерь в Лужниках сегодня довольно ленив, жарко в Москве, кстати, очень жарко и душновато, влажность высокая. Редактор субтитров А.Семкин влажность высокая. Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Гонщики релаксируют, механики занимаются доводками деталей, выкатывают машины от мала до велика на техосмотр, обсуждаются детали и нюансы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лянь Николаевич, мы в лучниках. Мы наконец-то прошли сегодня первую часть, собрались все вместе. Команда собралась, приехали только что тяжелые машины наши. Вроде все нормально, прошли проверки. Я первый раз в жизни проходил такие длинные проезды, как журналисты. Проверяли все. И так, и сяк. Полдня, вместо того, чтобы работать, мы что-то там проверяли. Поругался с начальником пресс-центра, который мне сказал, да я там провел несколько чемпионатов по легкой атлетике. Я говорю, ты сравнишь легкую атлетику с гонкой по реждакам? Ну, что такое по реждакам? Вот чемпионат по легкой атлетике, это чемпионат. Короче, день прошел полосами. Полосы хорошие, полосы плохие. Все, что касается нашей команды, и вообще спортивной части, все великолепно. Что касается организации здесь, да, тут столько охраны. Можно подумать, здесь спрятали атомную бомбу. И вот пять раз меня проверяют каждый день одни и те же участники этого процесса, да. Причем разные. Там есть ОМОНы, есть какие-то охраны. Ну, такого я никогда не видел. Что будет на Красной площади, обещают вообще всех загнать в обезьянник. Это мы увидим завтра. Во всяком случае, мне пока, ну, и нравится, и не нравится. Как всегда. Я старый стал, поэтому у меня такой вот сам критический. Не терпится уже в гонку. Ну, в гонку хочется вырваться из Москвы. Из этого, извиняюсь, выражения, вот, заорганизованного, это вот, это вот, этой площадки, да. Это капризы, лево. Да какие капризы. Смотри, вот машины приехали, да. Ну, тут столько площадей, да. Нас согнали на одну площадочку. На одну площадочку. Вот мы тут сейчас, извиняюсь, выражение, теснимся там. Вот там что-то. Все друг друга видим. Все друг друга видим. Ну, да, может быть. Ну, а в целом, все готово к гонке. Мы надеемся, что погода будет хорошая. Что нам повезет. И удача будет на нашей стороне. Мы победим, потому что мы непобедимы. Удачи. До встречи на дорогах и на каналах Лайвстрим. Все начнется уже 7 июля. С проезда по Москве на Красную площадь и торжественной церемонии старта. Далее длинный Леозон, то есть перегон по дорогам общего пользования через Рязань в Волгоград. Где начнется, собственно, внедорожное приключение, когда нервы будут напряжены до предела. Причем у всех. Кто на старте? Есть классические автомобили, переоформленные под рейдовые. Например, BMW X6. Кстати, именно об этом автомобиле мы рассказывали в одной из прошлых программ. На этапе чемпионата России в классическом ралли «Белые ночи» его тестировал семикратный чемпион России Андрей Жигунов. Есть исключительная техника, построенная специально для подобных событий, созданная талантом конструкторов команд. Как, например, Бориса Гадасина из GeForce. Фишка сезона – «Е-мобиль». Тот самый, который анонсировался не так давно. Нынче скептики посрамлены. Вот он. Добрый день, Андрей. Расскажи, пожалуйста, как развивается проект YoApo? Три гонки позади. Какие результаты, какие ожидания, прогнозы? Никаких пока результатов. Это всем известно. Ожидания, ну как и на каждом, перед каждым стартом, самые оптимистичные, но работа ведется, в принципе, наверное, как бы это ни случалось, но она ведется планомерно и есть некоторые результаты. Надеемся, что с этой гонкой будет, как минимум, лучше, чем все, что было до сих пор. Проект развивается, мы вместе с проектом тоже работаем над машиной, над собой. Скажи, пожалуйста, в Ульяновске появился у вас второй экипаж Сергея Нарышкина и на этой гонке он тоже будет принимать участие. Как ты считаешь, настоящий состав команды, он как бы уже полный или же вы планируете расширяться дальше? Ну, на самом деле, кандидатура Сергея Нарышкина обсуждалась и первые-первые разговоры с ними велись не перед самым Ульяновским, а гораздо раньше. И, в принципе, как минимум, внутри проекта ее автора обсуждалась его кандидатура и идея попробовать предложить проехать и попробовать, как у него получится, что ему понравится и ему, кроме всего прочего, тоже. На сегодняшний день я скажу, что команда, наверное, все-таки еще не полная. Однозначно, что в планах было ее развитие дальше, скажем, до трех-четырех экипажей. Сложно сказать, когда это будет, как быстро и то именно, но я бы сказал, что, наверное, на сегодняшний день и Александр Желудов, и Сергей Нарышкин – это достаточно, скажем, сильные, сильные и рассматриваемые команды-пилоты, которые могут достигнуть результата и помочь создать и воспитать автомобиль именно под хорошим результатом. Хорошо, а скажи, на шоу-пусть спортивные задачи команды какие? Ну, у нас всегда задача финишировать, пока с этим получается не очень. Хотя, конечно, потенциал мы чувствуем в себе и в машине. Как минимум, хотелось бы повторить прошлогодний результат, но понятно, что будет тяжело, будем стремиться доехать до Килиша. Какие-то планы уже определенные по Дакару, вот, озвучивалось, да, в релизии вашем, что, как бы, команда готовится к Дакару. Вот по поводу марафонов ты можешь что-то уже сказать более точное? Нет, пока ничего более точного, скажем, команда как готовилась, так и готовится, работаем, работаем над новой машиной, собственно, которой и хотелось бы, чтобы выезжала на соревнования. Вот, пока, пока в некоторых, скажем, ближайших планах, ну, более-менее таких глобальных, это выезд на Эстеги, на гонку в Марокко. То есть, в планах это есть, времени до этой гонки еще достаточно. Понятно, что она будет уже в промежуток времени очень-очень близко к Дакару, и после этого принимать решение о Дакаре будет поздно. Наверное, основное решение до нее будет уже принято, а в Марокко это будет тестовый тренировочный выезд и на Эстеги, и на Гонку. Спасибо большое, Андрей, удачи! Спасибо вам! А всего на старте 92 участника на, ну, как бы так помягче, в принципе, легковых автомобилях, и 24 на грузовиках. Самая многочисленная команда, разумеется, КамАЗ-мастер. А приехали сюда гонщики из 25 стран мира, Европы, Азии и даже Южной Америки. С 7 по 13 июля спортсменам и работающим на ралли организаторам, судьям, журналистам и, возможно, некоторым зрителям, предстоит проехать 3859 километров, из которых 2083 километра придутся на скоростные участки. Что важно, этот проект посвящен Олимпийским играм 2014 года в Сочи, руководит проектом Семен Юкубов. Проводится ралли-рейд по инициативе правительства России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, а титульным спонсором этого события в третий раз выступает компания «Транснефть». Впервые ралли-рейд «Шелковый путь» будет освещаться также и в прямом интернет-эфире, на порталах «Лайвстрим» и первом автомобильном интернет-телеканале «1auto.tv.ru». Кроме того, мы постараемся выдавать информацию с трассы максимально оперативно. Руководитель этого амбициозного проекта Леонид Майоров, а с творческой бригадой вы познакомитесь по мере продвижения каравана на юг. Разумеется, этот интернет-телевизионный проект был бы невозможным без поддержки наших друзей и спонсоров, которые исключительно нам помогли. Не будем забегать вперед, но 7 июля вечером, возможно, возможно, повторяю, возможно, нам удастся сделать прямую интернет-трансляцию с Красной площади. Но это во многом уже зависит не от нас, а от того, насколько жесткими будут условия допуска журналистов на старт рейда. Но 8 июля утром вы увидите репортаж об этом событии. И вечером того же дня, ориентировочно в 21.30, 8 июля, будет первый прямой эфир с Бивоака в районе Волгограда. Будьте с нами! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Добрый день, Олег! Привет! Ну, мы вас рады очень видеть, во-первых. Спасибо! Вы в этой гонке не участвуете в каком-то экипаже, и это даже очень интересно, послушать мнение профессионального штурмана и профессионального организатора и так далее относительно каких-то ваших прогнозов и аналитики на эту гонку. Состав участников почти 130 экипажей, да? Что думаете, как так будет развиваться гонка? Ой, да пока еще рано говорить, участники все хорошие. Мы болеем за наших ешек, за Желудова, Рудницкого. Будем болеть за них. Как вы считаете, развитие гонки, вот сам проект «Шелковый путь»… Он очень перспективный, я думаю, что будет набирать только обороты. Трасса хорошая, команда очень хорошая, очень сильная команда организаторов, ну и состав участников каждый год подтверждает, что гонка сама по себе хорошая. У вас мы когда увидим в гонке? Ай, не скажи, секрет. Когда-нибудь увидим. Как вы считаете, кто победит? Я хочу, чтобы победил Желудов, а прогнозы делать не буду. Окей, а приезд Шлиссера, вот как вы думаете, это… Ну, это большой плюс для соревнований, это та изюминка, которую всегда на каждой гонке ждут. У Шлиссера богатый опыт, ну, я думаю, что ему нравится Россия, ему нравится здесь ездить, вот, ну, я думаю, что он на подиуме будет, но выиграют наши. Хотя, если выиграет Шлиссер, там тоже наши есть, поэтому все равно наши. А что думаете по поводу Альвареса? Темные лошадки, ничего сказать не могу. Хорошо, как вы считаете, в Т-2, кто, на ваш взгляд, наиболее претендент на победу? Однозначно Илюша Кузнецов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Это действительно лучшие из лучших. Субтитры создавал DimaTorzok